МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые друзья, мы меняем стратегию. Мы убедились, что сорт Песчанский к Галинчану, Бледенский полный, Полеський латеральный. Они имеют устойчивую латеральность. Черновицкий первый. Они имеют устойчивую латеральность, и их можно высаживать погушье, потому что они с юных лет загружаются и тормозят рост. Это понятно. Поэтому у нас схема посадки сегодня рекомендована для этих тортов, скажем, 10 на 8 или 12 на 8. 105 или 125 деревьев на гектар. А были времена, когда мы рекомендовали Костюжанский, Тишиняуский, со схемой посадки 12 на 10, 12 на 14, потому что они создают могучие троны. И когда межгрядье, у нас была тема, использование межгрядье. Вот, пожалуйста, здесь мы высадили картофель. Здесь, скажем, матринь-сереговый сад. Но пока этот картофель матринь-сереговому саду не вредит. Форму не создают никаких проблем. А мою проблему по обеспечению людей продуктным питанием он решает. Да полезть не так далеко, 19 километров. Но попробуй каждый день бегать за картошкой, за морковкой, за луком, за чесноком, за петрушкой, за помидоркой. Это разорит любое хозяйство. И потом, что мы возьмем на рынке? Кто и как его вырастил? Что он там залил и засыпал? Сто в рядами публикациях идет, что там сплошные нитраты или еще что-то похуже. Поэтому мы выращиваем для наших людей сами продукцию для ежедневного потребления в междуряде. Вот здесь, кстати, свекла кормовая, киндорская. Пожалуйста. Она отлично смотрит. Для чего она? Мы имеем баранов, овец. Мы имеем кроликов. Мы имеем кур. Мы имеем свиней. Мы имеем перес, которые надо нормально кормить. И если я выращиваю здесь, в безгрядях, чистую продукцию, я уверен, что я буду иметь чистое мясо и смогу нормально кормить людей. Рядом, пожалуйста. Чеснок. Вон какие прекрасные псо. Но он абсолютно здоровый, не болеет. У нас на столе постоянно стоит чашка у людей с чесноком. И постепенно даже те, которые на него смотрели так с ужасом, пристрастились и с удовольствием кушают любое блюдо. Я, например, даже чай пьешь с чесноком. И мне от этого хуже не бывает. Поэтому есть непонимание со стороны министерства, есть непонимание со стороны АИПа, людей, которые, международные культуры, преследуют. Это полный идиотизм. Мы пытались поломать эту схему, у нас не получается. Потому что мы не имеем поддержки от института плодоводства, от господина Рабча, от господина Назу. Разговоры, которые, в конце концов, ничем не заканчиваются. Они не могут дать на три строчки брошюрку, которая смогла бы решить проблему. Кстати, украинцы это поставили в рамках государственной политики. Вот я приглашен к ним на семинар. Значит, нишевые культуры к использованию, технология, значит, применение. Нишевые культуры. Вот они, нишевые культуры. Вместо того, чтобы эта земля гуляла, она уже три года, здесь арбузы, дыни, все, что хочешь. И от этого, что деревьям стало хуже, вот это у нас деревья третьего года. Приживаемость 100%. Посмотрите, вдоль ряда хоть одно дерево погибло. Нет. Они прекрасно развиваются. Отличный прирост. Никому, никто и никому не вредит. Просто институт, который должен был быть флагманом в этом деле, он затормозил. Не знаю почему. Они пренебрегают интересами. Многих людей, которые в Мезуэлях посадили какую-то культуру, над ними издеваются, их наказывают, у них забирают субвенции. Это идиотизм. Это беспредел. Ну, что поделаешь, если наука ушла в кусты и не хочет нам помочь, там, где она могла помочь, даже в это несчастное время. Это трагедия нашей науки и трагедия нас, которые имеют такую науку. В принципе, если вы оставили, пожалуйста, от ряда полтора метра, метра двадцать, и этот чеснок, имея мочковатую конденсию, никогда не повредит этому ореху. Значит, или картофель, или та же самая свекла, которая, пожалуйста, вот тут у нас расстояние поменьше, к свекле, там, почти что два метра, потому что она, ну, видите, расстояние к свекле здесь около двух метров. Мы это учитываем, корневую систему, кормовую свеклу. Поэтому, если все делать с умом, грамотно, то можно, вот пока сад начнет давать устойчивый урожай доход, можно в это время поддержать экономику, перекрыть часть затрат именно за счет нишевых ультур. Удачи вам! Субтитры подогнал «Симон»!